ВИЧ-инфекция Родители этих школьников еще месяц назад были спокойны. Их дети учились в одной из лучших школ района. Потом ее ученики нашли необычную коробку с логотипом. Осторожно, радиация. Спасатели родители успокоили. Говорят, коробка безопасна. И оптимистично добавят, не переживайте, тут построят лабораторию областного спид-центра. Родители, мягко говоря, переживать стали больше. Наше предложение, что есть в области места, где спокойно в черте города можно разместить на определенном удалении эти места, чтобы никому не мешать. И чтобы дети, проходя в школу, не стояли рядом с людьми, которые асоциальные присутствуют в этой группе. Никаких специальных требований нет для размещения этих помещений. И более того, в настоящее время центр спид располагается в здании памятники архитектуры. А беспокойные родители не спешат доверять официальным источникам. Ведь если здесь появилась лаборатория, то до открытия инфекционного стационара недалеко. А это значит, прямо возле школы начнут разболивать якобы опасные ВИЧ-инфицированные или того больше наркоманы и дилеры. Те, кто больны, они уже больны. Они за собой несут инфекцию. Естественно. Вот что. У нас мы не в том, что нельзя отделить. Это все. Это желтуха, гипотетика. Это полностью. Полностью вот этот комплекс. Там сейчас, вы знаете, и вот они здесь будут ходить. Вот у нас один садик. На мой взгляд, это как-то бесчеловечно. Давайте тогда устроим, я не знаю, там, государство. Вот мне сразу на ум приходит фашизм, когда всех каких-то там иных коллег, я не знаю, там, больных людей, их там истребляли, уничтожали. Все понимают, конфликт сейчас находится только на начальной стадии. Что будет дальше, не знает никто. В любом случае, родители готовы пойти на что угодно, чтобы центра рядом не было. Не дай бог, здесь хотят построить стационар. Мы его закроем до открытия. В любом случае. Ну и выйдем на митинг, прямо к нему, к этому центру, прямо на торжественном открытии. И никого туда не пустить. Недавно у Ирины родился второй ребенок. Сегодня он абсолютно здоров. И, возможно, когда-то также начнет учиться в школе номер 176. При условии, что окружающие, наконец-то, начнут принимать людей с ВИЧ-инфекцией.